213 миллионов рублей. Именно такую сумму благотворительный фонд Инсан за 6 лет существования потратил на помощь нуждающимся. Сегодня весь мир отмечает Международный день благотворительности. Мои коллеги подготовили сюжет о самой крупной организации в республике по оказанию помощи людям. Слово Хамзи Нурмагомедова. Лишь за этот год сотрудники фонда оказали помощь нуждающимся на сумму более 52 миллионов рублей. Инсан успешно реализует ряд крупных программ. Продукты в каждый дом, я опекун, собери детей в школу, будь здоров, ветхое жилье и многое другое. Будем стараться все то, что в наших силах делать и делать семьи, дети, которые остались без попечения родителей, чтобы эти семьи, они с каждым днем становились все счастливее и счастливее. Меценаты, волонтеры и простые люди помогают детям бороться с такими тяжелыми болезнями, как онкология, ДЦП и различные заболевания с нарушениями развития. Без помощи не остаются одинокие старики, сироты, вдовы, многодетные семьи и матери-одиночки. Регулярно фонд оказывает помощь погорельцам и бездомным. Я очень благодарна. Мы очень об этом мечтали всегда. Когда же будет у нас свое жилье. От имени всех мам, детей, бабочек, за оказанную помощь на приобретение жизненно необходимых медикаментов. Огромное спасибо всем за участие, за помощь, за сострадание. Дай, Аллах, здоровья вам, вашим близким. Учредителем организации является муфти Дагестана шейх Ахмада Фандия. Его главная задача – сделать так, чтобы в регионе не осталось нуждающихся людей. Духовный лидер сам принимает участие во многих благотворительных акциях. Детям из малоимущих семей, которые в этом году пошли в первый класс, муфти лично подарил портфель с совсем необходимым инвентарем для учебы. Надеюсь, будущие президенты, врачи, инженеры находятся среди вас. Обязательно надо учителей уважать. Обязательно. Я думаю, даже больше, чем своих родителей. Не только думаю, я в этом уверен. Мухаммар Асул, его команда добросовестно работает. Он показал дагестанскому народу, что он заслуживает доверия, доверительных отношений. Дальше желаю Мухаммар Асулу в этом же духе держать свою команду. Филиалы благотворительного фонда работают во всех муниципалитетах республики. Сотрудники ИНСАНа тщательно проверяют людей, которые обращаются за помощью, проводят анкетирование и выезжают по адресам с инспекционной проверкой. Это делается для полной прозрачности работы и установления действительного положения дел у подопечных. Хамза Нурмагомедов, Камиль Девятов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.